Регрессионный метод И по этой выборке мы оцениваем параметры голоса по процессу Тогда в новой точке мы можем оценить апостолиодное среднее значение на ожидании и диспетчер голоса по процессу И то и другое было условно полезно в приложении И поэтому оно в последние годы, особенно когда у нас возникли То есть, когда мы возникли в различные возможности Этот метод используется широко для проанализирования каких-то проблемнейных функций и численно неизвестных Итак, в чем он состоит? Мы предполагаем, что у нас функция idx — это реализация некоторого гаусского процесса И мы говорим, что у нас задана конечная выборка для этого гаусского процесса Процесс называется гаусский То есть эта выборка у нас будет нормально распределена с некоторым Ну, для любого конечная выборка То есть некоторым мюмом среднем значении и CRSMH-ZK При этом можно без ограничения общества предположить, что у нас среднее равно нулю И также мы предполагаем, что у нас кавариация между юрикитами и джитами определяется точками, в которых мы этот процесс наблюдаем Ну, вполне естественное предположение То есть, если у нас точка длиже, то у нас, например, будет кавариация f больше А если у нас точки далеко, то это будет научиться, чтобы кавариации в размещении почти нет Ну, собственно, наше параметическое предположение Предположение состоит в том, что мы говорим, что вот эта наша функция Кавариация, которая зависит от иксов Она является некоторой параметической семейцей То есть мы фиксируем некоторое цель Это большого И говорим, что у нас будет такая вот прогрессованная функция И в этом случае, если у нас параметическая функция зафиксирована То мы можем явно выписать апатриарное распределение И мы можем явно выписать мод ожидания Такого апатриарного распределения и дисперсии Соответственно, давайте рассмотрим пару примеров Кавариационной функции Тут показана эквадатичность констальная коррессованная функция И тут коррессованная функция В этом случае широко применяется в приложениях Но также тут я добавил кучу черен Которые связаны с тем, что у нас есть некоторый шум данных Ну, с некоторыми дисперсией И также на этом слайде представлены реализации Какого уголовского процесса для разных значений параметра тета Ну, для аквадатичных экспоненциальных и приростной функций Соответственно, чем больше значений параметра тета Тем у нас быстрее обладает кавариация Тем у нас функция, получается... Ну, имеет больше особенностей, другого говоря То есть, ну, вот на таком локальном отрезке У нее больше локальных максимумов Ну, если говорить совсем простым не менее Соответственно, нам нужно как-то выбирать эти параметры тета Предлагаясь использовать подход к кваде максимума правоподобия То есть, мы предполагаем, что у нас здесь Ну, записывается явно правоподобие Так у нас, как Лени Гаусса, скажется Мы можем писать его явно И, соответственно, мы берем вот такую оценку Отметим, что наша цель, на самом деле, это оценка вот такая Когда мы берем не L от тета, а M от ожидания L от тета По всем ивыкам, по всем возможным значениям их Ну, заданным распределением Также мы предполагаем, что у нас заданное Некоторое априорное, ну, неформативное распределение Для вектора параметров тета И, таким образом, у нас получается Пасториорное распределение Из которого мы также можем искать Какой, ну, максимум, апостереварь оценки Какая вообще работа была сделана на тему оценки таких параметров Для превесения на основе глазских процессов Тут, практически, на несколько результатов Видим, что в самом деле у нас 84-й год В некоторых предположениях И в последние годы также были получены Несколько результатов Отметим, что все они являются асимметическими То есть мы говорим, что у нас асимметатическое распределение Получается нормально В некоторых предположениях При размере выборки И аналогично мы показываем Что такие оценки, которые мы получаем И будут состоять Опять же, это симметрично И в данной работе прилагаются Некоторые не асимметические подходы Мы вводим некоторый набор предположений О колесной функции Отметим, что, по сути, это некоторое предположение Отраждует регулярность И, кроме того, вот это предположение На второе производное родоподобие Отметим, что вот такие же предположения Примерно выполняются Использователи асимметических результатов То есть, что неудивительно Что наши результаты Они попадают потребованиям С тем, которые соединяются К результатам, которые получаются В асимметричном случае Итак, в чем же наши результаты состоят Введем некоторые обозначения дополнительные Во-первых, мы посмотрим на окрестность Нашей точки Которую мы будем, собственно, попасть В нашей оценке И введем еще некоторые Возначенные матрицы Xs То есть, разных между Правдоподобием В точке В некотором тете И правдоподобие В точке Т.е. созидоров Которая у нас будет центральной точкой И Введем еще Некоторые наборы константы Которые нам понадобятся Чтобы записать результаты И выполнено Три утверждения Первое утверждение У нас Xs Ограничен Некоторыми Плюс Минус Некоторые Малые Члены Второе утверждение Мы при этом можем Отнимать Посты Такого распределения Т.е. если мы напишем Вот Такое выражение Rho R0 То Оно Ограничивает сверху Вероятность Непопадания В наш центральный интервал Который нам интересен Собственно И Оказывается Что для такого Для такой величины Существует Верхняя оценка Также Мы можем Сказать Что у нас Это распределение Будет Нормальным В окрестности Ну Это по сути Говорит Вот эти два Возреждения Т.е. мы ограничим Сверху Некоторые Распределения Нормальным Высним И Таким образом Данная теорема Которая Была соблюдена Ранее Получена На основе Результатов Недмира Губоковича Она Формулирует По сути Имеет Реклама Первая У нас Мы Логрих Радоподобие Аппроксимируем Почти Калоретичные 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 Второе Мы Демонстрируем Верхнюю Калоретичные 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 Нормальные Опять же В окрестности Это Созвездочкой Ну Собственно У нас Было Видено Интересно Было По сути Речь Уполняется Это На каких-то реальных Значениях Или Константы Могут Завышены Собственно Мы Генерируем Некоторые Распределения Реонектаризации Галовского Процесса Для которого Калоретичная Функция Фиксирована Ну Это Довольно Просто Смотреть Ее зависимость От Параметра H Ну Что мы получаем Первое Давайте посмотрим на Кроме этого Нам интересно Встретить Что Все-таки Мы Оценили Как Вероятность Вопадания В этот Интервал В окрестности Мотожидания И Некоторые Два Сигма Которые Мы Так У нас Сходится И Размеры Выборки Размеры Довольно Мешается Особенно Это Заметно Если Фазовый Переход Происходит Примерно Это Значит Размеры Пространства Параметров И Размеры Данных равна 1 Одномерные Берем Одномерные Реализации Галовского Процесса А В Н Н Размеры В Размер из Б beaucoup Токи Н Размеры Б parler Н Объем Объем Выборки ú Вероятность, что распределение вывалится из интервала, из credible set? Нет, что θ со звездой не попадет в credible set? Нет, это вероятность того, что у нас θ, для некоторого постановленного распределения, оно от александрюбарки, понятное дело, и мы для такого постановленного распределения смотрим вероятность того, что у нас значение θ со θ попадет в хвост. То есть θ со звездой не накроется credible set? Ну да. А credible set по какому уровню берется? Мы берем 2сигма-импервал, где сигма мы считаем по данным. 95% примерно? Да, прямо 95%. А это уже нормированная дисперсия? Какая дисперсия должна быть? Ну дисперсия, да, все хорошо. У нас плотность есть, мы можем довольно точно оценить. То есть это берет 75% на credible set? Да, но стоит отметить, тут некоторые недопонимания, то есть мы берем тут 90% интервал. Кроме того, вот эти диурительные интервалы мы оцениваем по различным реализациям Мирика и диурительные интервалы. И вот эти диурительные интервалы попадания в хвост мы уже смотрим для разных реализаций. И что на этой картинке показано? Показано, что у нас обходится к определенному значению в графике попадания хвоста. С увеличением размера хвоста. Школа должно быть 5% или это? Ну, дианомальное впление это примерно 5%. Тут получается немного другая величина. Да, получается меньше. Ну, там, ну, не на торяде, ну, примерно 1,5%. Если надо просто дальше выбор, то видимо увеличивать, ну, здесь, собственно, оно не удивительно, мы и не можем на конечный выбор, собственно, гарантируем. Ну, оно ведет туда, куда. Ну, окажется, что да. Ну, собственно, одна из правильных методов в том, что для больших выборах мы, в принципе, никаких результатов гарантирую, что теоретические предметрения получить не можем, потому что для больших выборах мы явно не можем почитать про это подобие, потому что нужно обращать матрицу, размер которой равен, например, выборки, размер выборки. Соответственно, для выборов большинства тысячи теоретаты, они как-то, ну, чисто теоретически, то есть эти теоретаты, вообще говоря, на особо смысле не имеют в данном случае. Ну, если так говорить. То есть, ну, как ему именно... Хорошо, что именно в этой работе мы хотим сравнить наше распределение повториорное с нормальным распределением в окрестности ТЭТ с этой звездочкой, и, опять же, мы видим, что размеры выборки сейчас становится хорошо, и у нас распределение становится более близко к нормальному. В качестве расстояния между распределением мы взяли ограниченное расстояние хиллинга, то есть мы берем некоторые, вместо того, что мы это делаем по всему значению пространства ТЭТ, мы берем окрестности непосредственно точки ТЭТ с этой звездочкой. Ну, собственно, тот регион, который нас и интересует. Ну, собственно, получается, что для такой реакционной модели выполнены следующие три утверждения про квадратичность, про верхнюю границу для хвостов, которая достаточно мала, и про то, что повториорное расстояние близко к нормальному в окрестности ТЭТ со звездой. При этом мы видим, что в экспериментах указано, что константы, которые мы там вели, они довольно маленькие. И кажется, что можно соединировать, что оно хорошо. Но это уже для дальнейшего года. Слайд, в котором вводился небольшой констант, можно... Вот этот констант, который... П, который, наверное, все-таки разменность, можно проконтурить то, что в данном случае вы заставляете бесконечно? А кто такой Леш П, вообще? Это? Ну это разменность есть, как я понимаю. Леш, который у тебя n, правильно? n маленький. Ну, нет. Теперь у нас фактически, да, дальше он совпадает с n маленьким. Ну для нашей коррекционной функции. Но, вообще говоря, мы доказываем факт, когда это не равно. Это как кодируется коррекционная матрица? В данном случае. Я не знаю. Ну, я не понимаю, все понимают, что это было точно. Непонятно, что значит, мы говорим, что у нас некоторая последовательность ПТМ. ограниченная, и мы вводим некоторую множество, на котором нас выбирать на запутации большая. Тут, я думаю, ключевой вопрос, это какой-то параметрический семейстр выбирается. Как находит солнышный сух, а не три зоны. Я не знаю, что это объяснял, что это или нет. Это симуляция. Какая бралась квалиционная функция? Ну, собственно, у нас есть квалиционная функция. Вот такая, да? Да. Мы фиксировали решима, а теперь, естественно, мы подгоряем. То есть тут, на самом деле, этот самый набор параметров есть n маленький, да? Да, размерность набора параметров считается размерности пространства. То есть в данном случае, если P, размер параметров никуда никакой бесконечности не стремится, а просто равна 1. Ну, не равна размерности пространства. Для размерности пространства, да, если двумерное, то 2. Ну, да. То есть это просто теорема сформулирована в общем виде, когда это стремится к бесконечности, а в симуляции сделано, когда модерна. Здесь все понятно, это связь. Нет, там существует ограничение после воздневного пространства. Но вот это... ... ... ... ... ... Используется преподавательство. А, ты, кстати, используешь публику. Какой большой? Ну, значит, дискуссия такая уже, я вижу, для специалистов. Можно щёлкать? Можно, да. А вот в экспериментах, которые самые первые эксперименты, в одном случае получили, какой нужно вид построённого распространения, а в другом нет. В чём такая критичная разница между этими экспериментами? Что тут поменялось? Вот даже видно, когда ты щёлкаешь, там поменялся. Ну, первое. Всё поменялось. Тут, как бы, плохое поведение ещё не наблюдается для маленьких мерой уборки. Тут, к сожалению, их перекусал. Тут должно быть песок, а там, тут 50. И второе, это, видимо, связано с тем, что частота поведения, в каждом случае, связана с тем, что у нас стоит это социализованно мало. Но, вообще говоря, кажется, что, если взять достаточно... Здесь прополняются условия. То есть достаточно хорошую выборку, то есть достаточно равномерное распределение иксов, то в таких случаях просто не будет. Вопросы? Нет, здесь выполняются условия, так что производная, соответственно, матрица соответствующая, хорошо в условии. Ну, тут ещё вопрос такой, это систематический эффект? То есть, мы же говорим про автостриорное распределение, оно тут случайно, в принципе? Ну, как бы... Или это одна реализация? Нет, ситуация такая, что данная вещь обусловлена просто тем, что точки дизайна выбраны так, что соответствующая матрица получилась плохо обусловленная и получилось такое поведение какого-то подобия. Ну, то есть, если взять просто ровно-зерогенгировать эту уборку, то... То есть, поставить, например, в сетку, то такого наблюдения уже такого поведения не будет. То есть, я говорю, это одна реализация? Да, да, она специально выбрана, там, порядка 1-ти тысяч. Ну, тут надо так смотреть, реализация у нас и Y, они случайно генерированы сайцы, мы сами задаём. Соответственно, если мы X возьмём... Плохими? Ну, в неком смысле, то есть, например, очень близко, некоторые точки возьмём в состоянии, что матрица будет плохо обусловлена. Это такой эффект может нобилизаться. А если мы X возьмём в узлах и решётке, ну, собственно, на достаточно относительно далёком расстоянии, у которых управлены будут. Есть ещё эта стабилизация X-ов. Ну, мы должны. Потому что на X-ах, я так и сказал, что X генерируется из этой гипотезы. Не-не-не, X-ы просто задаются как-то на окно-пространство в дизайне. При матрице, соответственно, должны вытворять условия. Потому что тут написано истинный параметр, вектор 0,5, а он откуда взялся? Ну, мы просто даже можем генерировать. Мы сгенерировали вот с этим параметром 0,5 и взяли одну реализацию X-а. Нехорошую. Нехорошую, да. Которая привела к плохой матрице. Будет, да, слишком частный эксперимент. То есть, грубо говоря, Y-ки случайно были сгенерированы, а матрица случайная? То есть, это такая иллюстрация, что если применять высокую науку в жизни, то можно попасть на такую пророку. Можно найти специальный пример, где условия теоремы нарушаются, и вот вам пожалуйста. Ну да, если условия теоремы нарушаются, то можно найти такую реализацию, что и ответ совершенно безусловно. Ну понятно. Тогда понятно, что тут попасть. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, чисто последнее пожелание. Минут десять осталось. Никуда не надо спешить. Добро время рассказать более внятным. Хорошо, всем спасибо всем.